Новые технологии внедряют в Наринмарском автотранспортном предприятии. О системе подсчётов пассажиров, которая поможет сделать общественный транспорт ещё более комфортным, расскажем в следующем сюжете. Новая система учёта пассажиропотока «Ларго» позволяет повысить уровень комфорта для всех граждан, которые регулярно пользуются общественным транспортом. Камеры с датчиком установлены над двумя дверьми – там, где пассажир заходит и там, где выходит. Систему ввели в эксплуатацию на городских автобусах 23 июля. Сейчас мы установили систему учёта пассажиропотока на двух автобусах – один среднего класса, один большого класса. Система позволяет оперативно и эффективно, без вмешательства человека, проанализировать пассажиропоток, определить пиковые нагрузки во время выполнения смен и, соответственно, в дальнейшем позволить принять решение о внесении изменений в расписание движения автобусов. На основе данных будут регулировать расписание движения автобусов. Вся аналитика выгружается в облако, и через специальное программное обеспечение можно наглядно увидеть статистику, когда приходится пик загруженности, а когда, наоборот, пассажиров меньше. Сотрудникам теперь не нужно будет проводить анализ данных на основе учёта билетов, которые они получают от кондукторов. Всё стало гораздо проще. Благодаря технологиям, в которые используется нейросеть, видеофиксатор не считает сумки, рюкзаки, блики и иные предметы. Учёт ведётся только людей. Правда, ростом выше одного метра, то есть дети из подсчёта исключаются. По дням, сколько пассажиров пошло, сколько вышло, потом по часам, по времени, и можно посмотреть, допустим, по камерам, как люди заходят, как выходят. Также можно в режиме реального времени наблюдать за тем, что происходит на входе и выходе из автобусов. Единственный нюанс – нестабильная скорость интернета, которая не всегда позволяет получить качественное изображение в онлайн-режиме. Но благодаря тому, что все видеофайлы выгружаются в облако, обратиться к материалам можно в любое время. У системы пассажиропотока из-за наличия видеофиксации появляются сразу несколько функций, помимо аналитики данных. Теперь в автобусах помимо восьми камер, которые были до этого, появились ещё две дополнительные. Вторая функция в системе пассажиропотока – это контроль за работой кондукторов, насколько они функциональны, качественно выполняют свои обязанности. Третья функция – это обеспечение транспортной безопасности. Помимо семи камер, которые уже установлены в автобусе, дополнительно устанавливаются ещё две камеры, которые также записывают с глубиной записи до 30 суток всё, что творится на посадочной площадке. Систему будут тестировать в течение трёх месяцев – с августа по октябрь, чтобы посмотреть, насколько актуальное расписание составлено ВТП на данный момент. Погрешность в подсчётах составляет около 3% и не сильно влияет на показатели. Поэтому теперь общественный транспорт стал ещё более безопасным и комфортным.